И еще больше трех вопросов, то есть мы сможем распределить наши призы для людей, которые действительно были зацикавлены в том, что было сегодня сказано. Во-первых, спасибо всем вам. Я думаю, что большинство из вас может было бы больше интересных личностей, но вы все сегодня здесь, и это очень приятно. Сегодня мы будем использовать вот такие штучки. Это QR-код. Я думаю, ни у кого не будет проблем. Если вы видите какую-то информацию на экране и видите там QR-код, вы можете посмотреть это посылание на своем телефоне, или потом использовать эту презентацию. Мы ее выкладываем позже. Но если захочете, можете просто онлайн все сразу посылания открывать. Трошки одна хвилиночка про те, кто я такий. Я iOS-девелопер. Працюю в разработке, ну, майже 10 роков. И весь этот час практически был присвячен iOS. Останним часом я трошки тем лидую и занимаюсь архитектурой в одному дуже прикольному стартапе, где я маю можливість, в принципе, втілювати найсучаснейшие техничные решения, и в том числе по архитектуре. У свой вильный час у меня есть много всяких хобби. Один из этих хобби – это автомобили. Ну, я так званый, в Америце меня можно назвать Petrolhead. Я уже буду свой первый спортивный автомобиль, нарешті. Я очень много интересуюсь. И если кто-то из вас также есть Petrolhead, то я думаю, что вы смотрите автомобильный YouTube. И один из самых лучших, на мой взгляд, и один из самых лучших каналов с найбільшим кількостью переглядов на YouTube – это Донат Медиа. И их знаменитый ведущий Джеймс, такой, ну, экспрессивный чувак, классный шоумен. И его казирная фраза – Mo Power Baby, что, в принципе, относится до мощных автомобилей, до двигателей, до всей этой темы, там, с тюнячкой. И я как-то смотрелся его и подумал, почему-то не сделать презентацию про Viper. Чому-то мне как-то почуло, что эта фраза просто может звучать как Viper. Поэтому сегодняшняя история будет называться Mo Viper Baby. Сегодня мы будем говорить про Viper, потому что для меня это тема особистая. Я много работал с Viperом. И сегодня я буду пытаться сделать максимальную выжимку идей, все, что я про это думаю. Почему так, почему нет. Ну, много будет вопросов. Ну, в общем, распространение у нас будет такой сегодня. По-перше, какие проблемы это решает? И мне бы очень интересно, есть ли у нас сегодня люди, которые, в принципе, никогда не работали на проектах с Viperом или так называемыми чистыми архитектурами на продакшн-проекте. Если у нас есть такие люди, пожалуйста, киньте плюсики в текстовый чат. Потому что будет хорошо понимать, тема архитектуры, вона загалом така більш абстрактна. И будет крутяк дизнаться, если кто-то совсем не в теме. Если кто-то совсем не в теме, я просто добавлю трошки деталей, трошки больше. Я сейчас уже вижу, в принципе, у нас есть люди. То есть я буду добавлять трошки деталей. Кто, в принципе, знает, что это Viper, кто с ним работал, я думаю, вам не будет, в принципе, там, совсем не интересно. В принципе, просто еще раз повторим все те, что мы уже проходили. Да, ну а для тех, кто, в принципе, не знает, что это такое, будем проходить. Также мы поговорим про то, как все это началося, с чего началося. И, в принципе, я думаю, что эволюция тут очень важна. Правильно понимать, с какой точки мы шли и в какую мы пришли сейчас, чтобы понять, что мы можем сделать еще что-то, або что-то улучшить. Также, почему именно Viper? Что там с MVP? Это очень интересная тема, потому что, на мой особенный взгляд, MVP очень сильно влиял на первые имплементы Випера. И там есть какие-то плюсы и минусы, и мы сегодня про это поговорим. Поговорим также, какие у нас, в принципе, есть опции, то есть, что эволюционно выжило, и чем, в принципе, есть сенс использоваться. Также поговорим, какие есть минусы. Пятый пункт – это минусы, потому что, обычно, когда мы хотим сделать что-то там, ну, покращать, да, что-то такое, что-то лучше, чем у нас есть, обычно это за это есть плата. Вайпер на выключение. У нас также будет про что поговорить, почему нет. Шестим пунктом я добавлю особисто про то, как я использую Viper или так называемые чистые архитектуры на своих проектах, потому что у меня было уже, в принципе, 5-6 проектов, на которых я использовал. На самом-першем, когда я пришел, ну, я просто, скажем, был, намагался как-то понимать, что это, в принципе, таки. Но вот сейчас, на последнем проекте, я, в принципе, был евангелистом Вайпера и запровадил на всех платформах, так же, ну, на всех, на двух, да, на iOS и на Android. И так же там есть интересные вещи с Android, так же. Мы не будем очень сильно акцентовать на этом увагу, но там есть несколько интересных вопросов. Почему он все еще не идеальный? То есть у нас еще есть, я думаю, куда двигаться. И сейчас это очень сложно, потому что тема, в принципе, развинулась за последние несколько лет. Ну, а подинимся, может, так же у вас будут какие-то идеи. Також, восьмая секция, это будет, как сделать так, чтобы не запоротить Вайпер на вашем проекте. Ну, я буду принимать разные вопросы. И работа в команде, и какие-то особисты этой архитектуры, которые, там, 100% нужно враховывать, чтобы не накосячить. И остальная секция будет Q&A. Ну что, поехали. Первая, это, какую проблему решает Вайпер. И главная история в этом, ну, я бы начал без этого, да, вот, если мы зайдем на какой-то там форум профессийный, или, может, там, в Skype, Slack, чаты, молодые девелоперы, которые только начинают работать, они, в принципе, ну, задачи у них, зазвичай, маленькие, и их задача просто, как-то, как-то, вперти свой код, чтобы он, в принципе, працювал. Зазвичай, MVC им понравится. В принципе, в какой-то смысле что-то менять, если оно работает. Когда более известные программисты читают такие форумы, ну, понятно, что, в принципе, можно и так, а можно и как-то по-другому. Когда проходит некоторый час, и люди меня трошки попрацювали, и видят, в какие великые штуки нам выходят наши программы, и наши view-контролеры, и контролеры взагалі, насколько много год-обжектов, то, конечно же, ну, становится понятно, что нужно что-то менять. В часы, где программы сборчиваются, сборчивается количество кодов, которые у нас есть, и обслуговывать это становится все сложнее и сложнее. Той же самый девелопер, там, через пару или трое лет, который уже попрацювал, может, на каком-то проекте с Viperом, можно подумать, что, в принципе, Viper – это наиболее, что есть сейчас на рынке. И это, ну, такая штука, ну, достаточно, достаточно интересная, потому что, в принципе, в принципе, да, у всему есть плюсы и минусы, это нужно заваживать завжди. Когда проект начинается, когда, або когда наймают людей на проект, и архитектура, она так же может мать, она будет впливать на то, как наймаются люди, как быстро они будут заходить на этот проект, как быстро они могут начать працювать на нём, делать какие-то классные штуки, а не шкоду, ну, и так и иначе. Тобто, ну, скажем так, досвідченный программист, короче, за все, не будет выступать 100% за какую-то одну штуку. И сегодняшняя тема, как Viper, або чистая архитектура, они все-таки трошки, ну, там, короче, есть плюсы и минусы. И до этого сегодня, в принципе, дойдем. У нас будут там окремые секции, которые будут привлечены к этим вопросам. Вперше, я задумался над тем, чей есть сенс, ну, где-то в 2012 году я работал на проекте, который делался там под iPad. У нас были, ну, как для того года, ну, дуже какие-то великые задачи. Тобто, iPad на одном экране, на одном вью-контроллере делал настолько много всего, что стало зрозумяло, что, в принципе, ну, писать просто все у вью-контроллер это трошки не тот подход. И стало зрозумяло, что обслуговывать такий код, его тестировать, вносить изменения без того, чтобы что-то поламать, становится сложнее и сложнее. Новые люди, которые приходят, они просто отчимают от количества, ну, от количества всего, что им нужно зрозуметь. Вот, даже если там пофиксировать какую-то одну помилку. Зараз трошки бачу у Юрия є питання. Звичайно, так, дядюшка, боб писав дещо про инше. Але сьогодні будем говорить про те, яку адаптацію зробили iOS-розробники в наших в наших iOS-них реалях, да? Про вью-контроллер зараз також трошки затронем. От мы писали, писали всю эту историю, да, и питание было таке, что в классических книжках по программированию написано, что, в принципе, там, если я правильно помню, какая-то колька там рядки в коду, которая может быть в середине однии функции. Ну, то есть, она должна быть настолько большая, что, в принципе, нужно было там скролить. И я задумался, у меня был там более засвеченный товарищ, с которым мы писали там эти программы. И я его спросил, слушай, ну, окей, если есть там количество рядков для, ну, какая-то логическая, в принципе, для метода, то должна быть какая-то максимальная финальная колька рядков и для всего класса, для всего там вью-контролера. Потому что у нас была главная проблема, потому что вью-контролеры были, ну, надвелики. И, ну, в принципе, как более засвеченный товарищ, я говорю так, что мы не будем вводить никакий лимит, потому что scope класса, он должен быть лимитированный тією логикой, которая в нем должна быть имплементована, а не колькостью. То есть, если мы достигли 500 рядков или что-то таке или что-то, то мы должны, у нас должна быть логика. Так, single responsibility, первый принцип solid, то есть, объект должен быть чем-то, ну, выполнять какую-то одну функцию. И сейчас мы немного идем, почему в MVC это практически всегда не так. Ну, побачим. Оце посылание на документацию по MVC от Apple. И, если вы сейчас не захочете витрачать час и переходить и видеть, что там, в принципе, вся эта документация, что она каже, потому что MVC от Apple, он трошки не совсем классический, то есть, когда они моделировали такую штуку как ViewController, у них было трошки свое понимание, то есть, это Entity, которая уже отвечает по замовчению за две штуки, за View, и контроллер, какая-то логика. Тогда, в принципе, когда они вынесли от этого модель, скажем так, у нас их схема, как они думают, как оно нужно было бы быть, оно должно выглядеть вот таким вот чином. То есть, контроллер это какаясь полностью объединенная часть, View там сама по себе, все вроде на абстракциях. И, ну, от нас ожидали, что, в принципе, программы будут такие. Я думаю, что это было возможно, когда программы были не очень большие. Когда программы становятся большими, самое главное, что мы можем отримать, это эта штука, когда View очень сильно объединена с контролером, а модель уже как у вас там будет, как вы сделаете, скорее всего, все это будет еще гирше, когда все эти три штуки будут настолько сильно объединены, там будет так называемый настолько tight coupling, что, в принципе, вы не можете объединять, как раз, смотря на этот View Controller, какую-то отдельную часть, как View, контроллер, что за что отвечает. То есть у вас будет един такой God Object, который будет просто в себе делать все и что-то извинятое будет плохо. С разведкой Unit-тестов стало понятно, что, в принципе, такая штука не очень работает. Сегодня, в принципе, мы не сильно будем говорить про Unit-тести, но одна из главных причин, почему мы хотели запровадить что-то еще, чем MVC, это то, что вы, скорее всего, не захочете, когда вы написали какой-то код и потом вам нужно вернуться, вы не захочете еще раз ставить breakpoint всюду и проверять, особенно, если это такие, ну, сложные части логики, которые очень заплутаны, вы не захочете просто проверять построково и проходить всю вашу программу, чтобы проверить, что она действительно работает. То есть у вас должны быть какие-то контракты, которые действительно могут доказать, что тот код, который вы когда-то написали, работает, даже без того, чтобы вы до него повернулись и полностью его передавали тестирование. Для этого у нас будут юнитеты, и сегодняшняя тема вайпер и чистая архитектура в принципе очень классно для этого подходят. То есть одна из главных причин, почему мы начинаем все разъединивать, это как раз возможность тестирования, а также абстракции, ну и еще там еще штучки, солид, про это еще поговорим. Головная идея, ну, если у вас есть какой-то view-контроллер, и мы будем раздивляться, один view-контроллер, один экран, один use case, если вы пока никто не видит, трое инкапсулюете, а я сподіваюсь, что вы все трое инкапсулюете, тогда скрывая имплементация всех методов, которые не должны торчать наружу, то есть быть в публичном интерфейсе, что вы получите, это очень маленький интерфейс, в классе, через который два-три методи торчат наружу, и у вас очень большая интернаст, который полностью закрытый для тестирования. Первая идея, которая может прийти к голове, это то, что хорошо, что это не закончится, особенно, если этот экран или контроллер очень-очень большой, и у вас есть, и вы понимаете, что тут будет очень много кодов. То есть, если это очень простая штука, это еще может прокатиться, если нет, то, скорее всего, это будет плохой подход, это будет большая и очень закрытая штука. Какая проблема с этим есть? Потому что, в принципе, можно все писать и все одно в этот класс. Давайте такая ситуация абстрактная, вы поздним все с девушиной, у вас там все нормально, все гаразд, вы приходите домой, она в ванне, и она вам каже, любая, подай, мне там рожевые троси лежат. Во-первых, когда вы видите такую историю, вы не знаете, в принципе, они тут есть. Если они есть, вы не знаете, ли там они рожевые. Если вы дадите, это не они, вы кладете где-то в другую место, ваша подруга потом их не найдет. И, в целом, в этой ситуации, если приходит человек, да, я сравниваю с проектом, приходит новая человек и дают завдание что-то фиксировать в существующем коде, в так называемом легоси коде, никакого варианта кроме того, что вам придется просто прийти и ставить брейкпоинты и проходить это все, у вас никакого варианта в принципе не будет. Это не очень экономически классный подход, потому что когда мы пишем такой код с такими великими вью-контроллерами, это в принципе еще плюс-минус нормально, оно не занимает много времени, когда его нужно с ним что-то сделать, пофиксировать, заменить, заменить логику, это будет заниматься очень много времени. И для больших бизнесов, которые рассчитывают свои деньги, лучше вкладываться, если есть нормальный тим лит, что в принципе если вы считаете, что архитектура это дорого, попробуйте без архитектуры, тогда вы действительно понимаете, что лучше было ее запровадить и тогда все было легче на пизднейших этапах, кроме первой разработки. Зазвичай, какая первая идея приходит? Давайте просто возьмем какие-то части, которые не отвечают принципу SOLID первому, Single Responsibility. То есть у нас, давайте уявим, что слева есть Worker, это какой-то Network Manager, например, справа, это какой-то Database Manager. Мы понимаем, что в принципе эти вещи не отвечают критерию Single Responsibility для View Controller, который сам пособил, но он также контролер, и это проблема МВС, то есть в контроле можно все, и все слова, типа как менеджер, utils, и все таке иначе, вы понимаете, что в принципе вы можете вывести это в окремые какие-то Entity, в окремые классы, structы, или как вам там удобно, и вся эта история будет потом общаться через интерфейси, а если она будет общаться через интерфейси, а они не будут у всех этих Entity, вы понимаете, что в принципе вы можете тестировать тот код, который есть. Конечно, в нашем View Controller яка частина интерфейси будет, но если эта часть отвечает только за то, чтобы обслуживать какой-то single responsibility, например, этого View Controller, то это абсолютно нормальная частина, нормальный подход, и вы в принципе можете все это покрыть Unit Test. Это будет очень большой плюс, потому что вам в будущем не придется возвращаться еще раз до этого кода, и вы понимаете, что оно не просто работает, а у вас есть доказы того, что оно работает. То есть, вы можете просто прогнать тесты и видеть, что все работает. Если нужно что-то fixить, вы fixили, прогнали тесты, ничего не разрушилось, скорее всего, ваша новая модификация не внесла новых помилок в систему. Что в принципе само по себе очень классно, и для чего все это и делается, един финальный цель. Наступная история, у нас было вопрос о чистой архитектуре, что это такое, как оно все началось. Так званный Uncle Bob, очень известная человек, кто не знает, это философ и практик в мире software development, человек, который уже сделал на данный момент, и очень рекомендовал хоть что-то прочитать. Этот конкретно скриншот из его очень известной статьи про чистую архитектуру, где он впервые в 2012 виявил идею о том, что нам лучше было разделить наши программы, что мы не можем взять весь код заперти в один класс или один файл и не пользоваться. то мы стекнемся с рядом незручностей, его нужно как-то распиливать, нужно как-то сделать эти меньшинства. И он дав идею, которая была очень абстрактной, но в она говорила о том, что в зависимости от той платформы, которая там у вас есть, вы должны выделить основные элементы, основные лейеры, так называемые слои, которые помогут вам понять, как вам правильно разделить то, что у вас в принципе есть. Следующая вещь, которую я очень рекомендовал, это читать Clean Architecture книжку. Она не имеет отношения к скажем так, конкретно Viper или реализации чистой архитектуры на нашей платформе, но сама по себе она очень много вкладывается туда и очень доступной словами он доносит идею того, каким образом мы можем начинать думать, чтобы потом понять, как на нашей конкретной платформе, зависит от того, какие компоненты основные, мы могли сделать правильную сепарацию элементов по их доменам. Официйная история на IOS, того, что называется Clean Architecture или Viper, она, в принципе, коротесенько такая, в 2012 году вышла первая статья Роберта Мартина, дядюшки Боба, в 2014, то есть больше, чем через год, была такая компания, не знаю, сейчас она есть, Mutual Mobile, сделала в чате допис про то, что, в принципе, есть вариант заимплементить эту историю на IOS. Она не получила очень популярность, потому что кто читал, кто не читал этот персональный блогик этой компании, это таки. Но в 2014 году, через пів года после того, как они сделали первую публикацию у себя, они сделали эти же люди, сделали публикацию в обществе CIO. Я думаю, что многие из вас знают, сайт, в принципе, довольно классный, очень много информации. Я бы сказал, что он отличается от других, что он достаточно неплохо структурованный. Информация, которая там подается, я думаю, что они как раз редагируют, то есть совсем такого левака, я не встречал, на жаль, последние пару сильно там бував. В принципе, своего часу сайт был очень классный. С этого момента, я еще две дати, в 2015 году, ну, как бы, компания Rambler полностью перейшла на все проекты на Viper, в кем-плементации, которую они представили. Не знаю, что были кто-то еще раньше, потому что, в принципе, эта история по версии компании российской Rambler. Наступная секция, это почему Viper и что такое MVP. На мою особисту думку, эти две вещи очень объединены. Так скрылось, что, в принципе, я как-то проскочив модель View Presenter на реальных продакшн аппликациях. Но я сейчас вижу, что, в принципе, я практически уверен, что то, как мы пришли к Viper, оно шло скорее всего. Я практически уверен, поправьте меня, если вы знаете больше, через MVP. Почему? Одна из первых штук, которая появилась, чтобы как-то разделить лейер View и лейер нашей логики это MVVM. Но MVVM это, по сути, работа с моделями, которая сам по себе не делала очень большой сепарации в этом проекте. То есть, вы могли просто использовать MVC классическим с MVVM. То есть, это была уже какая-то сепарация, то уже можно было протестировать эту Model View и логику. Но история в том, что, в принципе, MVVM в особи не до архитектуры. Вы можете использовать этот петик с любым архитектурой, как и MVC, и MVP, и Vipera, и всем чем угодно. То есть, это была первая подъя. Другая подъя это был этот самый презентер, в котором первый классный шаг на мой взгляд был в том, что мы уже в MVP намагалися понять, а какие конкретно домены есть в нашем IOS аппликациях, конкретно в IOS, как мы можем разделить так, чтобы не разделить на какой-то контролер, потому что контролер, как выявляется, слишком абстрактная штука, и очень большое желание в нее все пихать, и мы снова съезжаем в MVC. На жаль, история в том, что, скорее всего, все это закинчивается таким образом, оно очень прикольно выглядит на первой картине, на втором мы понимаем, что, в принципе, мы просто заменили наш контролер, который был там посередине, мы его на презентер, то есть, все еще прикольно понимать, что презентер это штука, мы понимаем, что мы что-то дистаем из модели, мы должны как-то это презентовать, и вью повинна быть абсолютно тупа, никакой логики не должно быть сконцентровано, то есть, это просто простая логика на уровне table view или рефрешдата и все. В принципе, все по себе непогано, но, если посмотреть на эту историю и попытаться сделать не MVC, то презентер у нас стает очень нагруженным элементом, который, в принципе, держит поселение и на вью, и на модел, и в нем сконцентрована вся логика. Правильный цикл теченний, ну, тут можно халивар разводить, но презентер, на мой особистий погляд, и мы сегодня еще несколько раз вторгнемся с этой темой, он должен презентовать. В такой имплементации, я думаю, что в принципе воно лучше, чем MVC, то есть, мы уже можем как-то протестировать в разделении на лейеры entity, но все-таки воно еще было недопрацовано. Что в принципе, вертаюсь конкретно к Viper, потому что сегодня в принципе не будем сильно торкаться на MVP, что классно в Вайпере, это то, что это была первая, в принципе, плюс-минус, ну, такая спроба разделить все на максимальную кількість лейеров сгідно с того, что у нас есть в наших iOS-аппликациях. И в цьому сенсу, я думаю, что в принципе была достигнута достаточно такая велика мета. Чому? Потому что в принципе можно распилювать еще относительно того, что у нас сейчас есть, и мы трошки позднее поднимемся на эти схемы, что у нас есть сейчас, что мы можем понимать под Вайпером и чистыми архитектурами. Но все таки в ньому есть баланс между переускладненностью, которая в ньому есть, и нормальную сепарацию, в которой в принципе сингереспонсибилити уже работает. То есть каждая из антидетий отвечает одному мету и пытается не отвечать больше, одному. В этом смысле я думаю, что вайпер лучше всего что есть на данный момент. У нас також есть, ну, оскільки все эти антидетии будут связаны, скорее всего, это будут какие-то протоколы, контракты, мы сможем все это тестировать. То есть, то есть открытого кода, который может быть покрыт тестами. Я не буду сегодня рассказывать что-то про юнит-тести, потому что конкретно про юнит-тести и тестирование взагалі все ж таки не наша тема. Я бы рекомендовал вы посмотрите это видео. Это 2014 год. Там чувак на конференции, как я зовут Джон Рид, очень детально и просто рассказывает сами ази юнит-тестирования, и почему оно нужно, когда оно не нужно, а он считает, что оно нужно, и что не бывает ситуаций, в которых, в принципе, можно было бы не делать юнит-тестирование. И он даёт классные аргументы. Очень интересная тема и рекомендую. Наступный плюс вайпера, почему его лучше использовать, чем не использовать, это абстракция. В принципе, этот плюс, я бы сказал, что он так очень связан с первыми двумя. То есть, абстракция как элемент ООП, а наша платформа использует мовы, которые полностью ООП compliant, воно даёт возможность в принципе эту самую абстракцию отримать. То есть, каждый из ваших элементов будет настолько абстрагированный от всех других, настолько только можно. Это, я считаю, очень классная вещь. Ну, там есть такие примеры, что вы можете взять один интерактор, выкинуть, подкласти, там, и не знаю, какая практичная реализация этого, потому что на продакшн проектах нет, когда заниматься такими вещами. Если у вас были такие истории, то было бы круто про них почути в конце. Также оцей самый solid compliant. То есть, в принципе, мы говорим о все эти пункты, мы говорим про одну ту же самую штуку. Наша система стает распиленными, наша система стает очень абстрактный, каждый модуль single responsibility и ООП, которое у нас нам нам больше лучше. То есть, мы знаем, что есть ООП как базовые принципы, solid, я бы сказал, что очень сильно вдосконаляет понимание того, как эти вещи должны работать, потому что, как выяснилось, самих правил ООП недостаточно, потому что даже используя эти правила можно нормально напортать. Я вижу вопрос, если есть задача в проектах показать терем сан-кондишнс, то есть, очень простой скрин. Нет, ни в никакой разе. То есть, надо понимать, в чем модель бизнеса, мы еще повернемся сегодня до этого вопроса. Если где-то есть сложная бизнес-логика, нам нужно знать, что она работает, написать один раз и знать 100% что она работает, не вертаясь никогда до кода, до самого, или у нас будут приходить новые люди, которые будут что-то писать, и нам нужно быть засвеченными в том, что они ничего не поломали, когда они внесли код, тогда да, я бы рекомендовал для сильной концентрации бизнес-логики, и это выходит из Вайпера, у нас будут схемы, на которых мы поднимемся про сам Вайпер, и какие вариантии есть. И в том числе еще еще вопрос, как клинцвифт. Так же мы до этого идем, в принципе, сегодня, и Вайпер, я бы сказал, что я конкретно выбираю не Вайпер, а я выбираю как раз это, что называется клинцвифт, но также давайте немного ждем, и сегодня мы еще до этого идем. Еще один плюс, это, в принципе, такой относительный, вы можете легко миксировать ваш Вайпер с каким-то архитектурой, або какой-то подход, который вы широко используете в вашем аппликации, например, вы можете использовать с Rx, или Combine, или какой-то штук, если у вас есть Promises или AsyncVate, MVVM тоже неплохо подходит, если вы используете на уровне лейера view. Это такая штука, которая сама по себе ускладена настолько количеством своих элементов, что в принципе она полностью распределена и подходит про все, что угодно. Также это очень классный вариант для TDD. Той, кто не знает, что такое TDD, это Test-Driven Development. Если очень коротко, это интересная история, у меня не складывается это. Они говорят, адепты TDD говорят, что если правильно использовать, вы будете писать код быстрее, чем вы пишете в императивном стиле, просто с верху вниз, с левой направо. Я попытался, у меня не складывалось, я что-то неправильно понимаю. Если коротко, для тех, кто не знает, вы пишете тести, которые должны быть контрактами, ну, юнит-тести, конечно, вы пишете контракты для вашего наступного, для модуля, который вы будете имплементовать, то есть, вы берете бизнес, бизнес-запросы, там, список бизнес-потребований для вашего цього модуля, вы пишете на все это тести, а потом вы пишете другий этап, это вы пишете методи, в которых нет имплементации или фейковой имплементации, чтобы ваши тести упали, чтобы они не пришли, а потом вы делаете так называемый рефакторинг, это когда вы наповнюете всю эту частину уже рабочую, вы наповнюете логикой реальною працюючую. Таким чином, главная идея в том, что вы должны, что вы наиболее чистой трансляцией бизнес-логики, ну, как авторы вважают, в проекты, которая, если правильно використовувати, запобегает низкие непорозумения и так далее. Также они говорят, что оно работает быстрее, чем просто писать код. Ну, если кому-то это вдавалось, было бы классно про это почути, потому что мне, на жаль, не вдалося. Очень классная тема, это то, что, когда вы вайпер, в принципе, не має делать сенсу, если вы не пишете тести, потому что это переускладнение, до которого мы еще дойдем, как один из минусов, и если вы не пишете тести, то сенсу не має никакого, но когда вы начинаете писать тести, то потом у вас появляется абсолютно нормальное бажание виправить что-то в вашем коде, в рабочем коде. И таким чином той самий ООП и Solid покращаются. То есть, как было у меня, я видел других людей, у которых было так же самое, когда был по-перше написан, и вот, например, если сравнивать с CDD, там первыми пишутся тести. Если сначала написать просто код, а потом писать тести, то, скорее всего, на каком-то этапе вы захочете что-то поменять в вашем рабочем коде. Очень часто у людей происходит лучше понимание, что такое ООП, даже после того, как они много лет, потом они сидят писать тести. И Vyper для этого очень хорошо подходят. Ну, эта штука, в принципе, довольно абстрактная. Найкраще, что может быть для рефакторинга. Найкраще, почему? Потому что очень много модулей, короткие обычно методы, и очень просто понятно, что, конкретно, если вы что-то рефакторите, это, обычно, очень маленький шматочок. То есть, ситуация, при которой у вас там метод на 100 или больше строк, это очень плохая ситуация. Она, в принципе, может драпиться и в Vyper, лучше ей запобегать, и в принципе, эта архитектура, она сконсирована так, чтобы, в принципе, допомогать запобегать этих ситуаций. Но у Vyper, благодаря тому, что он распилен, метод ее, обычно, более короткий. И их, в принципе, рефакторит их, на мой взгляд, набагато швидше и лучше. Ну, и, в принципе, такая штука, что ничего хорошего еще не придумали. Не придумали з другого боку, другая сторона, мы дальше не придумали ничего плохого, чем это. И это мы также затронем немного в окременной секции, которая будет присвящена минусам Vyper. Но, в принципе, остальные три проекта, на которых я работал, я запроведил Vyper и с довольно непоганими результатами. Проблема в том, что Vyper, в принципе, неможливо оценить на старте аппликацию, особенно, если она пишется с нуля. Но на дальних дистанциях, на дистанциях, когда пройдуть уроки, когда будет изменяться команда, он очень сильно помогает стабилизировать качество продукта и отрывать его от зависимости и от качества команды, потому что мы можем наймать разных людей по рівню, кто-то там будет senior, кто-то будет junior, кто-то спрацював с различными архитектурами, кто-то нет. Но если у нас будет Vyper и мы будем контролировать, чтобы он, в принципе, был так, мы договорились до одной какой-то схемы и мы потом захотели, чтобы эта схема працювала и у нас есть там где-то все это оформлено, если оно должно так быть, то, скорее всего, лучше, чем это, ну, не будет ничего. Если вы знаете хоть что-то лучше, будет интересно про это очень почути, потому что эта тема мне очень интересна как архитектору мобильных аппликаций. Переходим до наступного розділу, какие опции у нас есть. Ну, тут такая история, что, в принципе, оця схема є основной. Есть разные модификации, каждая из которых добавляет какую-то одну штучку, и это уже они называют там, иншими какими-то семьями, это очень популярно. Тобто, номинально есть много разных вариантов, что может быть, ну, как можно имплементовать вайпер цей чистой архитектуры, но, так или иначе, они все сходятся плюс-минус до этого. Эта схема сама по себе трошки спрощена, в ней еще элементы, мы, в принципе, торкнемся, какие элементы в ней еще есть. Единее, что я бы хотел добавить прямо сейчас до этой схемы, и мы разберемо более детально, что мы собираемся. Это так называемый Warframe, в принципе, не есть частью самого вайперстека, это просто метод, благодаря которому вы делаете так, что весь этот вайперстек и все его частини начинают один с одной працювать. Давайте трошки раздавим, в принципе, что тут делается на этой схеме. Если мы подивимся, у нас слева есть такая штука как View, я начал в принципе разглядать с ней. Трошки вибачаюсь, были питания. Чи можно використовувати вайпер на невеличких проектах, когда годины лимитованы замовником? Ну, я в принципе не рекомендував бы. Больше того, если это особливо, если это фриланс, по године, скорее всего, ваша задача будет просто сделать, ну, как я делаю, просто сделать то, что от меня просят, воно працюет все, до побачения. Это, жаль, причина, чему в там в селяких фрилансовых проектах там очень большой бардак, потому что там, если там проект уже несколько лет, работало очень много людей, и там чего нет, оно одно и не поддерживает. В принципе, я бы уже не погодился на такие вещи, потому что обычно что-то не вынимаешь, и оно все сипится, и нет нормальной архитектуры, нет юнит-тестирования, никто никогда не витрачал на этот час, не инвестировал в это, поэтому там большие я бы не рекомендувал, тобто есть конечно ситуации, при которых лучше не использовать. Также вопрос «Чи можно использовать Viper для аутсорса?» Я працював в аутсорсных командах, где я проводил Viper. Головная идея это выбрать если он подходит под бизнес данный, потому что если у бизнеса мало денег, и они не планируют, если это MVP и все такие штуки, которые швидко должны попасть чтобы быть показаны, кодогенерацию. опять же сегодня вернемся к этому. Некоторые сценарии, в которых я бы точно не рекомендовал. Еще одно вопрос про кодогенерацию. Я конкретно кодогенерацию не использую. Я использую для iOS платформы там есть темплейти, благодаря которым ты можешь описать, что ты хочешь разработать. Когда ты добавляешь V-Controller или файл или что, можно добавить этот темплейт и там будет прямо Vipers Tag. Нажимаешь на него, пишешь имя и там просто тебе выпадает целый Vipers Tag с тем именем, что ты захотел. Трошки цикаве питание про открытие частин модулей. Давайте на прикладе этой схемы поговорим. Эта схема трошки спрощена. И как разные частины comunicают одна с одной это тут не вказано. У нас просто есть стрелочка и у нас стрелочка указывает, какой элемент имеет референс на другой элемент. Мы видим, что если мы рассмотрим эту схему, одна из моих главных претензий это то, что презентер, который посередине держит поселение на все, на все, что только есть. Это проблема. Давайте рассмотрим сценарий, в каком в принципе, даже не сценарий, а давайте просто что за что отвечает для тех людей, кто в принципе первый раз бачит схему. Начинаем с левой направо. View это часть которая отвечает за визуальную репрезентацию нашей аппликации. На жаль, и мы также про это поговорим, это View контролер. То есть у нас не возможности сделать чистую какую-то View репрезентацию. Особные проблемы, если вы добавляете storyboard. Там есть с ксибами еще не такая плохая ситуация, с storyboard полностью за парой потому что storyboard очень много чего берет на себя. Сегодня также поговорим о себе. Но View сам по себе, если в вакууме, в абстракции это делать, то View это абсолютно тупая штука. То есть там также может быть логика, и сегодня мы поговорим про один пример. Но практически в своем смысле единственная история про то, почему View существует, это просто про то, чтобы показывать нашему Viewsor что-то и брать из него интеракшн. Например, он нажал какую-то кнопку, и там должна быть логика. История в том, что этот презентер, который у нас тут есть. И если там наш Viewsor нажал какую-то кнопку, у нас мы говорим презентеру, а давай-ка презентер, иди в интерактор. Это схема, которая мне очень понравилась, и мы вернемся к тому, почему я не использую именно этот Viper модуль. Он идет в интерактор. Главная задача интерактора это концентрация бизнес-логики. То есть бизнес-логика, все, что должно делать ваша аппликация. В данном смысле, если мы говорим конкретно про iOS, у нас как один use-case взятий один экран аппликации, которому отвечает один View-Controller, и на этом View-Controller у нас будет бизнес-логика. Всю эту бизнес-логику мы выносим в интерактор. То есть интеракции с сервером, с локальным сховищем данных, любые операции, шифрование, что еще, все должно быть в интеракторе. Энтитии, которые вы видите, это какие-то простые объекты, так называемые Ponsor Plane Old NS Objects, это просто простые сквозные модели, также можно назвать DTO, то есть Data Transfer Objects, они не должны иметь логики. Когда он возвращается в интерактор и результатом его работы явились какие-то данные, он конвертует их в какую-то простую модель, которая только может, складывает например в Array, или List, или Дикшенер, и прокидывает в Презентер, Презентер вертает назад на View. Презентер это в этой схеме какая-то часть, которая посередника между всеми историями. И еще у нас есть роутер внизу, и роутер это часть, которая отвечает за навигацию. То есть, если мы хотим перейти на другой экран, и передать какие-то данные, если мы хотим сделать анимацию, это должно быть инкапсулировано в роутере. Сейчас немного, друзья, подошли вопросы. Давайте завершим с этой схемой. История в том, что эта схема мне очень нравится, я использую другую. Но как бы она не была, в принципе, будь-який Viper или Clean Architecture на iOS, он использует эти элементы, которые есть. То есть, View, Presenter, Interactor, Router, также Entities, они сюда внесли, чтобы сделать нормальную назву, а также Wireframe. То есть, Wireframe, еще раз, это не какая-то часть, а это что помогает просто конфигуровать весь этот стэк. Было вопрос, как штуки должны между собой interact мы можем просто покласти посилание на эту Entity, например, если View видит наш Presenter, мы видим верхнюю стрелочку, которая пишет Owns Presenter Interface, это прожившая ситуация, мы можем просто покласти референс на инстанцию этого Presenter, это не очень прикольно. Что бы я рекомендовал, я бы рекомендовал использовать протоколи, которые четко означали или это Input, или Output. Если мы возьмем для примера нашу View и нашу Presenter из этой схемы, то Presenter для нашего View он 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 Output. То есть, View, если хочет что-то сделать, а логики в нем и он будет кидать в Presenter, он будет сказать своему Output, которым есть Presenter, вот я прошу это. Когда данные уже вернулись в Presenter и должны быть как-то транслюрованы на View и показаны, у нас есть View Interface Reference, наш Presenter говорит своему Output, и уже на данный момент наш View является нашим Презентером, и это главная причина, почему тут стоит не одна стрелочка в обидва боки, а у нас стоят дві. То есть, по одной мы с View на Presenter еще спросим, на другой мы, когда мы повертаемо результат, у нас уже все поменялось, у нашего Presenter наш View есть Output. То есть, вы не можете просто сказать, что View или Presenter это Input или Output. То есть, нужно для каждой из этих Entity завести свой Input и Output, и, залежно от сценария, он будет работать. Давайте еще раз подойду на питание, попробую. Насколько актуален Presenter между View и Interactor? Ну, я с ним не согласен. В принципе, да, я согласен, что эта схема, она мне не понравится. Это, в принципе, первая имплементация, в которой у нас есть GodObject Presenter. И я вам покажу трошки, какую схему я использую, она мне набагато больше подобается. Она больше логична, я дам пару аргументов и потом подискутую эту тему. И також про аналитику. Аналитика это интересная история, потому что аналитика в принципе залежно зависит от того, что она соби мает на увазе. У нас может быть от view, скажем так, давайте первый, простой, самый простой сценарий. Нам нужно понимать, как у нас работает наша бизнес-логика. мы сделали которые мы будем понимать из точки зрения бизнеса. Но все-таки, обычно мы пишем аппликации, в которых у нас есть Vue. И Vue – это очень активная часть, с которой наш юзер интерактует очень сильно. Зазвичай, наш юзер и главный, он является тем, кто управляет эту аппликацию. В зависимости от того, как он управляет, у нас будут разные сценарии. То есть, я бы выделял, если мы хотим брать конкретную аналитику Vue, если мы хотим брать конкретную аналитику интерактора чисто бизнес-логику. Зазвичай, если есть эти модули окремные, то мы, в принципе, импортуем модуль, который отвечает за логику, бизнес-логику аппликаций и этого скрина, конкретно на котором у нас есть этот Vipers Tech, в интеракторе. Окременно, если у нас есть, если мы хотим понимать просто, как юзер нажимает кнопки, где там какое-то АБ-тестование или что-то делать, то у нас может быть окремая Vue-логика, аналитика, скажем так, которая будет, в принципе, отвечать Vue-логике, и она будет сконцентрована в Vue, то есть мы можем там иметь какой-то отдельный модуль, который сам по себе, в принципе, отдельный воркер, который будет собирать эти данные, а потом уже иметь какую-то свою там депенденцию, через которую он это будет прислать на сервер. То есть, в принципе, это возможно. Вот, трое-то про презентер еще есть вопросы, но сейчас вы увидите, что я использую, и там, в принципе, такого варианта уже не может быть. Дивите, какие, ну, если у нас есть плюсы, у нас есть минусы, и минусы очень важно понимать. Если мы не понимаем минусы, то мы можем выбрать эту архитектуру, ну, она просто может не подходить нашим бизнес-задачам. А первая история для нас, как программиста, и особенно, если вы выходите там на сеньор, тем лид, тех лид позиции, это понимать задачи бизнеса. Если мы просто там делаем код заради коду, ну, это такая поганенькая история. Это говорит о том, что мы не понимаем, что нас наняли не для того, чтобы писать код, а для того, чтобы решить бизнес-проблемы. И это не всегда одно и то же. Ну, давайте пройдемся по этому списку. Первое – это не так званые KISS и DIY. То есть, первый KISS принцип – это «Keep it simple, stupid». То есть, «Роби программу найпростейше, как только можешь». Ну, мы говорим про программу, но это, в принципе, загальный инженерный принцип, да, который говорит, что система, чем простейшая система, тем больше она надежна, и тем больше эта система не будет потребовать никаких там ментейнеров. DIY, don't repeat yourself, також, ну, никак тут не лезет. Почему? Потому что у нас будет очень много кодов, который будет одинаковым. То есть, для наших модулей, все это, что делает наш верофрейм, это уже по дефолту, по замовчуванию, это будет не DIY. Также один из минусов – это такая интеграция в проект, очень плотная. Почему? Потому что, если у вас есть хоть один скрин, такой более-менш большой, который написан на Вайпере, то переписать его потом на что-то другое – это займет реальный час. Если у вас вся аппликация побудована на Вайпере, то часу нужно будет столько, что переписать его никто никогда не будет. То есть, нужно для себя заваживать, или реально имеет сенс использовать с самого начала. Проблема с storyboard. Если мы хотим отцепарировать окремо наш view и такую штуку, как роутер, которая отвечает окремо за то, чтобы перейти из одного view-контролера на другой, передать туда какие-то данные и анимировать все это, с этим начинает быть проблема. В принципе, возможно, я работал на одном проекте, на котором Вайпер был с storyboardами, но это было очень больно. У вас нет точки доступа, если вы правильно ее не сделаете, а если вы ее сделаете, она будет просто так выглядеть кумельно, она просто будет торчать на зоне. Вам нужно сделать какую-то точку доступа, с которой у вас будет возможность дергнуть Q из одного view-контролера на другой и иметь доступ к инстанциям этой штуки, если вы, например, хотите сделать анимацию какую-то, або через нее передать не просто навигацию, там, view-контролер push, а прямо передать через сек, через сек, через него передать всю историю. То есть, можно, это в принципе можно, но скорее всего будет проблема. И проблема будет еще в том, что, ну, когда вы будете писать юнит-тести, особенно на view, вам нужно будет доступ к тому моменту, где ваша view была сделана. Так званый, ну, Dependency Injection, сегодня мы будем разбирать очень сильно, что это такое, он может, ну, не быть таким, как бы вам понравилось. Поэтому я бы не рекомендовал бы, если вы уже начали писать в Vyper, что бы я рекомендовал, это делать руками, просто калькуляции, если они у вас простые, если вам реально нужен, там будет лей-аут, то брать просто из библиотеки, которые позволят, в принципе, делать это кодом. Есть много вариантов, сегодня мы также не будем за, ну, как-то больше глубоко тут дивитесь, но если будут такие вопросы, то давайте, может, потом поговорим и про это. Одна из главных проблем, это то, что в этой красивой архитектуре, какая бы она была, как бы вариант мы не использовали, вью-контроллер наш, он все еще тут, и он все еще вью-контроллер. То есть у нас нет возможности сделать чисто вью, хоть бы нам хотелось бы там сделать какой-то ксип и думать, что это вью, у нас все одно за вью-леер будет отвечать вью-контроллер. Это, я вважаю, найбільша проблема будь-якої имплементации, сделать это ничего не возможно. И вот, например, что мы будем применять с Android, то у них там есть очень прикольная такая штука, то есть у нас есть вью-контроллер, который отвечает, в принципе, за репрезентацию одного скрина, и мы ничего не можем с этим сделать, а у них там есть история, что вы не можете использовать три сутности, в зависимости от того, что они хотят, и у них там есть чисто вью, то есть вы реально можете побудовать вайпер-стек с чистою вью, которая не будет никаким вью-контроллером, ни контроллером, вообще, она будет реально чисто вью, она там будет свой life cycle, и за что она больше не будет отвечать. И на данный момент, благодаря этому, в Android, там есть у них еще, в принципе, варіанти, как еще можно побудовать не вайпер, а чисто архитектуру. Бачу вопрос, я использую координатор, так, на одном проекте использовал, и это закончилось просто катастрофой. Трошки позже поясню, у нас там будет еще такой пункт, почему это началось, и как это закончилось. Болер-плейт-код, тобто в вашем аппликации количество кодов, яка, в принципе, ну, Болер-плейт, не знаю, как привести правильно, да, та же сама, вся эта однообразная история, которую мы делаем в Airframe, у вас будет дофигаще такого кода, особенно, если вы покрываете всю аппликацию, независимо от того, там, какие скрины, не только я имею на увазе наиболее важливые для бизнес-логики, а все прям скрины, то Болер-плейт-коду будет очень много. Обслуговывание, требует понимать, что обслуговывание будь-якого кода занимает время, и очень важливая история в том, что код, ну, какой-то там лежит и особо ничего не делает, но это, в принципе, не совсем про Viper, да, то он плохой тем, что он делает, выглядит, что он что-то делает. Тут же у нас будет просто достаточно много просто кода, который вы должны, вы не можете никак его уменьшить. Тобто, розумные люди, в принципе, уже придумали все, что можно, и коротше, чем данные имплементации Viper, которые у нас сейчас есть, но их просто, на жаль, не має. Також, оце питание, в принципе, до координатора. Да, у нас будет абсолютно велика кількість, у каждого этого стека у нас будут абсолютно одинаковые роутеры и абсолютно одинаковые презентеры. В намаганиях как-то это пофиксировать, можно просто выпилить их все, я имею в виду роутеры сейчас, и сделать один координатор на всю аппликацию. У нас с этим ничего не вышло, ну и трошки позже. Трошки позже, все-таки поговорим про это более детально. Если у вас есть стейкхолдер вашего стартапа, который там нюхнул в кокаину и в него все поменялось, и он говорит, что все переписываем, то все было фигнями, мы полностью переробляем, то Vyper 100% не отходить. Если у вас там какой-то super fast changing environment and dynamic, то вам будет хана, потому что каждый раз писать тести на штуки, которые не будут работать, а потом они померли, а потом надо все перероблять, переписывать заново, ну, это будет очень плохое. То есть, если нет четкого бизнес-плану, если все не расписано, так что у стейкхолдеров есть четкое понимание, что это будет, какая кнопка, и она не будет очень много переробляться, это окей. Если это не так, я бы 100% не рекомендовал связаться с Vyper, потому что потом, может, лучше будет переписать какие-то главные модули на Vyper, чем заниматься тем, что очень много кода просто пойдет в историю, потому что вам нужно будет это переписывать. Эта история, сегодня мы трошки торкались от этого. Если у вас там какой-то маленький проект, есть так как POC, кроним, то есть proof of концепт, то вам нужно сейчас сделать какую-то швидкую штуку, которая бы уже работала и уже показывала, что этот бизнес в принципе валидный, или он имеет право на жизнь и на то, чтобы дальше инвестировать, 100% не нужно. 100% не нужно делать этого. Так же для MVP, это в принципе трошки инжен концепт, тут я маю на увазе не Model View Presenter, а Minimum Viable Product, что есть термином також менеджментским, который описывает, что мы должны сделать минимальный продукт, но в самый быстрый час, который уже будет работать, зарабатывать деньги, или собирать юзерскую базу, или что-то такое. Если есть вариант в том, что ваша аппликация может вылететь в трубу, или ее цель просто показать что-то инвесторам, взять новые папки и все это потом переписать, то лучше не начать. Я бы не начинал 100%. Если вы не понимаете, что такое юнит-тести, если они вам не интересны, если вы думаете, что код, который вы пишете, классный, 100% понимаем и вам, и всем, кто вас оточивает, и всем, кто будет работать на этом проекте еще годы после вас, в принципе сенсу нет. Юнит-тести очень развивлены, они классно интегрованы на IOS, в Xcode, у нас еще много опций, много фреймворков, много людей, которые продвигают идеи юнит-тестов. Главная идея Viper это распилить все так, чтобы на все это, на каждый маленький элемент модуля можно было покрыть полностью тестами и забыть. Он работает и работает в любой момент, вы можете это доказать самому себе, или бизнесу, если они думают, вы прогнали тести, вы видите, если ничего не впало и вы все нормально покрыли нормальные юнит-тести, вам не нужно вертаться к этому, чтобы отримать доказы того, что это работает, как задумано. Если вам не интересны юнит-тести, лучше нет. То есть, оно просто не будет того стоить, вам не будет понимать, а почему все это вытаскивали такую количество времени, потому что количество кода в принципе не просто увеличивается, она становится практически в три раза больше. Так у вас был один view-контроллер, в котором было много всего работеров, менеджеров, утиллс, как вы его распилилили. А тут у вас будет, кроме того, что это будет вся эта логика, там будет wireframe весь этот, протоколы, все эти модули, и еще у вас будут тести. То есть, количество кода, которая будет писаться, она очень большая. Если это не бизнес на годы, и вы должны быть уверены, что ваш продукт работает, то может, никакого сенсу для вас не надо. И если вы тем лид, тех лид, або человек, который отвечает с технического боку за ваш проект, то, скорее всего, вам это не понравится. Junior девелопер, они, скорее всего, это не скажут, но им будет очень плохо. Люди понимают, ну, Vipr, если они не работали, в принципе, ни в каких альтернативных архитектурах, это очень тяжело. Два тижни просто человек может сидеть и смотреть на этот код. И нужно понимать, если у вас какой-то критерий проект, а вы наняли парт-тайм на месяц, на три и он из них вытратить не половину, а может, четверть часа, чтобы просто понять, как все это работает, то, может, не имеет сенсу. Попережьте, пожалуйста, потому что у всех наших джуниоров, мы все были джуниорами, и нам было тяжело, а Viper это еще такая просто на голову впадает штука, что потом эту ваву она может и не зажить. То есть, если вы уже используете, у вас есть молодые специалисты или люди, кто не использовал раньше эти истории, пожалуйста, придержите им час, если вы уже решили использовать Viper. Ответ. Ответ на вопрос. Это не написанный код полностью согласен. Так, самый лучший код, который никогда не был написан. То есть, Viper это тот самый КИС и ДОНТЕРПИТЕСЕЛФ оно так не работает. Но главная проблема и главный минус этой схемы это эта схема. И что мне больше всего не понравится это презентер. Презентер очень очень занятый. Презентер это просто какая-то катастрофа и если мы пытались выйти из ситуации в которой у нас в MVC контролер это наш год-обжект, то тут практически у нас будут еще два год-обжекта. У нас будет интерактор, если он правильно сделан, то в принципе там будет плюс-минус солид. Ну а презентер это такая штука, которая для всего сразу. Вот если я правильно понимаю слово презент, презентовать, его задача презентовать, и в этой схеме он делает презентование, а также много чего другого. Я в принципе понимаю, почему логика была построена так, и почему например роутер выходит из презентера. То есть если смотрит в целом, то переход с одного скрена на другой, то есть с одного view-контролера на другой, или с виперстека на виперстек, она в принципе презентация. То есть также можно отнести до презентации, но здесь есть проблема, одна из которой мы сьогоднемся сегодня это то, что для роутера нам нужно посылание на view. И в таком вигляде презентер это не просто прокси, а такая мультипрокси, которая делает все, а также в сценарии, когда должен работать роутер, она должна перекинуть ему всю view. Также другая проблема, которая связана с этой историей, это двообичность связи презентера с view и интерактором. И, на жаль, это причина, которая делает презентер таким годобжиком. То есть кроме того, что это просто прокси, вам нужно понимать, что входят, что выходят. В випадке асинхронной логики, особенно если в презентере у вас еще будет асинхронная логика, может пойти у вас вагон часа, чтобы понимать, что там не работало. Особенно если вы чините каким-то чином асинхронные заплаты, или логика така, что она будет на декольких асинхронных диях, это может быть реально большой проблемой. И наступный chapter я бы хотел бы присвятить ситуации, как я его использую. То есть, я один раз точно использовал эту схему, которую мы видели перед этим, все наступные разы, это снова она, и снова наш презентер, все наступные разы я использовал вот такую схему. И это та самая схема, которую называют одни из назв clean swift, в принципе у нее несколько назв, там еще несколько компаний, которые пытались различные назвы впарить. Если вы наберете VIP, VIP architecture, то вы ее найдете. Вона не означает very important person, она означает концентрацию на главных элементах, то view, интерактор и презентер. Почему это так? Ну, заголовно, эта схема, она немного сложнее, чем я вам показал, я также буду немного спрощивать ее. Главное, что я выделил здесь червеным, это то, что реализабельный код воркеров, который может быть в интеракторе, а воркеров в презентере, это очень очень тема, потому что они, скорее всего, могут еще быть в view, а может и не будут, або в презентере, я их упускаю, то есть в этой схеме я не показываю эти вещи, вважаю, что в принципе, каждый из нас понимает, что если есть реализабельная логика, которая может быть между разными частинами проекта, в данном случае, между разными вайперстаками и разными экранами, то, конечно, их нужно выносить воркеры, и у нас там еще будут дополнительные какие-то entity. Но, чтобы простить немного с прийнятя, я бы нарисовал вот так. И, чтобы понять, что тут больше, что сравнено с предельной схемой, давайте раздивимся, в принципе, все эти элементы те же самые, но роутер у нас уже объединен с вью, то, вью будет просить роутер сделать из этого вью какой-то переход. Почему это для меня особенно плюс? Когда мы делаем навигацию в iOS, для этого нам нужна наша вью або ее как сабвью как навигацион контроллер например. Но если кто-то не знает, навигацион контроллер также наследований от UI контроллера. Это также на базовом уровне UI контроллер. И, в принципе, чтобы нам что-то сделать, мы должны взять этот навигацион контроллер, который может быть parentом для нашего контроллера и сделать ему push. То есть, передавать все это через презентер, который не имеет никакого отношения, на мой у нас вью отримает посылание на интерактор, интерактор отримает посылание на презентер, презентер на вью. Только так. На мой взгляд, эта схема спрощает понимание, как работают все эти элементы и дает и дает меньше возможности на посыл человек которая не работала. То есть, никто не любит закрывать полиреквести по месяцу, но все таки, можно будет очень быстро выявить и у людей будет меньше шансов сделать что-то не те, то есть, с вью пойти на презентер. Такой возможности в этой имплементации у вас не будет, потому что вью не получает посылание на презентер. Давайте разберемся, в принципе, как это работает. на этой схеме, потом немного кода поделимся. Давайте уявим вот такой простой скрин, за который будет отвечать на Vyper Stack. Это какие-то контакты, то нам нужно пойти в нашу локальную базу данных. Когда мы зайшли на этот скрин, нам нужно показать какие там у нас контакты. И мы хотим сначала завантажить те, которые у нас есть локально, перекинуть их на вью . вью можно посмотреть на сервер и посмотреть что у нас есть обновленные данные. И когда они пройдут, также сформировать их и перекинуть их на вью через презентер, который будет презентовать. Как все это происходит? Ну вот прикиньте что ситуация автоматична. То есть у вью контролера который отвечает за вью леер у нас есть вью did load метод или вью вью лапеер. В нем мы вызываем fetch contacts метод который не концентрует никакой логики кроме того, что он идет в интерактор. И друзья, вижу, что вопросы там есть. Как передаются данные между контролерами? они продаются через роутер. То есть роутеры соответствуют и за переход, и за передавание данных, и за анимацию этого перехода, если оно будет нужным. Вернушись к сценарию, мы идем в интерактор. В интеракторе у нас есть метод fetch или update contacts. Независимо от того, если они локально, мы идем на сервер, это будет синхронная операция или асинхронная операция. В результате мы получаем наши контакты. Контакты должны быть сформированы в абсолютно абстрактной форме простых моделей, в которых нет никакой логики. Это как раз это, за что отвечает Entity. То есть абсолютно понсо модели, которые мы напишем данные и потом будем кидать их назад. Чтобы получать их на View, мы будем кидать в презентер, потому что у нашего интерактора нет посылания на View и она не может ничего на View сделать напрямую. Что полностью отрезает бизнес-логику от View. то наш презентер в данном случае, после того, как мы получили эти данные, эти Entity, а также важный момент, что если наш интерактор будет формировать Entity, или какие-то модели, это может быть в View модели, мы должны абстрагировать от конкретного формата. например, если у нас будет кордата, то кордата будет вертать вам свои NS-managed объекты. Задача переформатировать их на этапе интерактора и перекидывать наверх в полностью абстрактном виде. То есть, если вы захочете перейти за кордата на Real или что вам больше нравится, вы просто замените нижнюю часть в интеракторе переписываете, как вы эти кордата модели, делаете из них простые консо-модели и кидаете наверх. Вся другая логика должна не поламаться. Это плюсы, в которых каждый объект отвечает только за одну штуку. Презентер не видит, что где-то в интеракторе вы начали использовать не один фреймворк, а другой фреймворк. У вас, в принципе, все должно работать. Далее, повернули модели, прокинули в метод UpdateContacts и потом наш презентер как однобечный прокси из интерактора на View, задача не дать интерактору что-то пофиксировать на View. Прокинули назад на View, на наш ViewController, и делаем RefreshTableView, CollectionView, что угодно. Просто показываем данные нашему юзеру. Давайте посмотрим на вся история у нас произошел OneWayDataFlow. Я не написал наши протоколи контракты, которые будут объединять этот червеный трикутник и стрелы. Я его специально не описывал, но надо понять, что у нас тут есть инпути и аутпути. Наш интерактор в этой схеме есть аутпут для нашей View. Когда View хочет сделать что-то сделать аутпут то это это вы не пишете методи в View, которые вертают, например, completion блок. Ваша логика, которую вы описываете для того, чтобы объединять один элемент с другим, она полностью должна быть асинхронной и не иметь никаких колбеков, комплейшенов, ничего. Это сильно спрощает каждый из элементов. И интерактор, который, скорее всего, будет иметь какие-то асинхронные операции, View не будет, не будет ничего про них знать, а также не будет иметь презентер. И это, в принципе, главная мета презентера в данной имплементации. То есть, презентер в нём также нет никаких воркеров, нет никаких асинхронных штучек. Его задача просто сделать так, чтобы интерактор напрямую ничего не вертал. Потому что, если мы это сделаем, мы, в принципе, повернемся до первой схемы, в которой у вас есть ViewController, и у него есть какой-то воркер, в которого он может что-то спросить, и то ему что-то вернет, как какие-то менеджеры или утилы, что-то такое. То есть, каждый модуль сам по себе стаёт значительно простейший. Добавил слайд, который, в принципе, говорит, что большинство асинхронной логики будет полностью в вашем интеракторе. Если вы видите асинхронную логику в View или презентере, скорее всего, что пошло не так. На жаль, програмными методами нормально обмежить это так, чтобы это не было ещё больше навантажено, чем оно есть сейчас, потому что нужно выходить из того, что, в принципе, вся эта схема с Viper очень сложная и перенавантажена. Сделать так, чтобы можно было просто отбить там руку неможливо. Ну, просто, скажем так. Чтобы сделать просто неможливо. Поэтому нужно будет домовиться, чтобы View не питала никакие методи, которые были асинхронными до интерактора. Если вся логика асинхронная сконцентрована в интеракторе, скорее всего, вы делаете все правильно. Ну, и штука, про которую я уже сегодня говорил, это потому что у нас настолько много этих модулей, на которые мы все распилили, самыми методами будут реально очень короткими. И, в принципе, чтобы это показать, я хотел бы сделать пару слайдов из кода моего старого проекта, на которых я покажу вам, в принципе, как этот самый сценарий вытяжки данных должен работать в Вайпере с правильной сепарацией намерей. Ну, тут маленький шматочок кода. Вы видите, что у нас есть класс какой-то там контакт с группы с ViewController. То есть, мы знаем, что этот ViewController будет показать контакты и группы. Я подкресил, что у этого класса есть output, и output для нашего ViewController будет интерактор. И у него есть роутер. Роутер назад ничего не повертает. То есть, он не есть ни output, ни input. Вы просто передаете ему Instance ViewController и он сделает с ним, или на нем, или на его VisionController или UI TabBar или как он у вас там построен. Он сделает transition. Может, с передачей данных, может, с анимацией. Но роутер это такой worker в этой имплементации, это просто Worker ViewController. Посмотрите, что дальше происходит. У нас есть метод ViewDidLots и посылание на наш интерактор, мы вызываем метод UpdateContactsGroupsData. Еще интересная вещь, которую вы можете увидеть, что над классом есть два протокола. И название совпадает полностью с названием ViewController, но в одном случае это Input, а в другом Output. То есть мы подлинковываем Input и Output Таким чином, чтобы у нас Output у нас Output у нас Output у нас интерактора. Это может выглядеть сложнее, но эта штука очень прикольная, потому что потом при тестировании вы сможете иметь чистые протоколы и вы можете подписываться, когда вам нужно будет замокать, мы делаем стабы моки, и вам нужно сделать какую-то штуку, которая будет просто сделать в виду, что она натуральная для того, чтобы у вас работала вся эта схема, вы можете наследовать от этих протоколов, не наследующих от самой Entity, как ViewController, интерактор, презентер, и у вас будут частей цитистовые имплементации. Теперь смотрите, что происходит дальше. Мы у нашего интерактора попросили, слушай, там есть бизнес-логика, нам нужно обновить наши данные. в нашем интеракторе у нас есть метод, в данном случае, это просто, скажем так, мы вызываем два методи, менедж-контакты и менедж-группы. В более простом случае у нас будет один метод, менедж-контакты, апдейт-контакты, refresh, как желаете. И вот имплементация этого метода. Ну, в принципе, тут трошки может быть незрозумимый синдексис, для тех, кто не использовался, это промисы, старая логика, сейчас ее можно сделать на синкавете свифтового. В принципе, это такая штука, которая говорит, слушай, сделай мне, сходи на сервер или в базу данных и верни мне контакты, которые я хочу. А если что-то случилось не так, перекинешь на output на свой помилку, что-то случилось не так. У нас есть два сценария. И, обратите внимание, в сценарии, нормальном, в первом, в этом close, мы делаем fetch and refresh contacts, это мы просто берем контакты и просто прокидываем те, что у нас сейчас есть. В другом, мы просто берем на output и кидаем те, что есть, что там прийшли из сервера. И, в зависимости от ситуации, как оно у вас может быть организована, или вы хотите показать какой-то фейковый скрин, или попередние данные, пока новые обновляются. То есть, у вас две операции, и обеих это вы у output интерактора, а output интерактора есть презентер. Вы просите, або так, або так. Это такая ситуация, которую вы можете сделать с коллбеками, с компетишн блоками, но всю логику инкапсулюете тут. И теперь давайте подивимся на наш презентер. И презентер это очень простая штука. Как я уже сказал, в этой имплементации она просто есть прокси. Тобто, ее задача, вы бачите, червони я подкреслив, что у нашего презентера outputом есть вью-контроллер. И, если вы побачите, у нас не зазначен вью-контроллер как тип цего аутпута, а у нас зазначен протокол, который за него отвечает. Также мы бачим протокол input и output для нашего презентера, которые также завязаны в данном випадке с презентером мы выходим на вью-контроллер. Что в этой истории также классно, это то, что если вы добавляете один метод у лестинг методов ваш аутпут, ваш класс, который подписан на этот протокол, он потребует, чтобы вы его там реализовали. То есть вы можете видеть в презентере, какие методы у вас там должны работать на вью-контроллер. И вот тут три метода в этом протоколе контакт с группы презентера аутпута. И вы бачите, что в принципе наш презентер, в нем только три метода. И он просит сделать то же самое у вью-контроллера. То есть у аутпута он вызывает метод, который называется точно так же. И это его единая миссия. Когда вы возвращаетесь в вью-контроллер и там этот метод будет вызван, вы делаете логику, которая просто добавляет в локальный датасорс данные, которые пришли, и делаете там релот, рефреш, как вы эти данные просто хотели показать. Так так оно работает. Следующая секция я сейчас хвилинку бачу питание. Питание, если в модуле работаем с геокартой, как правильно налаштовать модуль, чтобы обрабатывать и получать геопозиции пользователя нажатие на пин. Ну, тут такая ситуация. Я помню, что когда я стыкался с такой ситуацией, у нас был весь скрин, это была карта, и там было пару кнопок, на которые юзер мог там что-то сделать. Честно говоря, на данный момент точно не помню, но я помню очень сильно, что у нас были проблемы, когда мы пытались разрезать эту логику, потому что карта мапа, она сама занимает весь экран, она очень сильно орентирована на фреймворк, на провайдера, который поставляет эти мапы. И в зависимости от того, как она должна интерактировать, может быть ситуация, в которой у вас не будет интерфейса, в которой вы сможете скласти эту бизнес-логику, скласти ее в интерактор. То есть, я практически вспомню, там нужно смотреть на ситуацию, что эта логика будет все-таки на view. Как уже ее делить, смотрите, если там карта и на ней юзер поклав какой-то пин, если покладание этого пина это логика интерактора, то мы просто берем этот пин с его данными, если это локация, и идем на интерактор, и там решим, или виселаем на наш сервер, или что-то такое, нужно смотреть по ситуации. Думаю, что это довольно однозначное вопрос, и оно очень сильно впирается в то, какой интерфейс будет в этой мапе. так, вопрос на потом, извините, лучше сейчас, потому что потом я не знаю, что я там доскроллю, или нет. новинки мобильных и не только архитектур. Ну, немного не сегодняшняя наша тема. В принципе, они не появляются каждый день, и что-то такого реального, великого не появляется даже раз в год. то есть, обычно такие штуки, которые на слуху, и я часто меня в проекте, и обычно знакомлюсь с такими штуками, когда приходишь на проект и вижу что-то новое для себя. Бачу также комментарии. Презентер не должен прокидывать модели на Vue, он должен транслювать их в простых foundation data-types, если вы правильно понимаете. Ну, смотрите, тут такая ситуация, и наш Viper, наша имплементация, вона каже, что мы прокидываем entities, которые называются ну, это как окременно они выделили штуку. И entities это понсо. Понсо это plain old NS-object. Это просто объект, в котором есть properties, и нет больше ничего. Если данные сложные, ну, я думаю, что можно прокинуть и простые типы, но если данные сложные, то у вас там виводятся не просто юзеры, может быть реально сложные данные, и там у вас приходит array с 10 складными типами, с подвкладными типами, ну, делать это на простых штуках, я не знаю, точно не стал бы идти в дикшенер или что-то так, потому что всем понятно, что ключи там можно сделать помилки и так далее. Может неправильно понять штуку, но пропоную это еще просто потом голосом, когда у нас будет секция Q&A. давайте все-таки раздавимся, что в цей, вот у нас наступный, 7-й чептер, он все-таки не идеальный, то есть эта схема, на мой взгляд, лучше, но все-таки в ней есть проблемы. Как я уже сказал, роутеры это всегда код duplication, то есть у вас будет там роутер, в нем будет один метод, в котором будет, ну типа, ну типа там, move to another screen, там один метод, и в нем будет всегда такая же самая логика. В принципе, этот роутер, он немного лучше за этот, на мой взгляд. Главная проблема в том, что для роутинга нам зазвичай практически всегда нужно, нам всегда нужно брать наш view и прокидывать его через презентер, который, в принципе, ему не нужен, и за него не отвечает, ну така соби история. Но все-таки эти вещи будут. И повертаясь к вопросу, чем можно это как-то подрезать, ну можно, можно випелить все роутеры, которые у вас есть в всех вайперстеках, и сделать координатор. На одном из проектов, там была инициативная команда, которая пыталась это сделать, пришли до того, что у нас был настолько сильный таут каплинг нашего координатора с нашими вайперстеками, ну, это была неприкольная история совсем. И в конце у нас просто втратился полностью связок между нашими вайперстеками. Ну, штука в чем? Роутер тут, да, он и делает transition, он делает datapath, он передает данные, и он еще может анимацию делать. Это, в принципе, больше, чем одна задача. То есть, роутер он не только роутит, а он делает еще какие-то вещи, которые, в принципе, плюс-минус там попадают его до меня, но это все-таки больше задач. И все-таки лучше его оставить таким, каким он есть. То есть, он мне не подобается, но я не нашел, на жаль, какой-то вариант, по которому можно было бы оцей кододупликации в роутере как-то забегти. То есть, у меня еще есть один слайд, который просто показывает, что все ваши роутеры будут выглядеть вот так. У вас будет посылание на ViewController, то есть, без него, в принципе, вы не понимаете, откуда там выйти. Владислав Ткач, бачу, бачу, у вас, на жаль, там как-то швидко оно прокрутилось. Если можно, пожалуйста, запишите вопросы, и потом давайте голос, потому что не встигаю на все, на жаль. И вот у вас будет выглядеть так. Вот в этом проекте конкретно была проблема, мы использовали Storyboard. И потом вам нужно не инкапсулювать этот сек, вам нужно сделать какой-то публичный инстанс, выберите ViewController, в него вызываете perform сек, и вам там еще нужно сделать так, чтобы Рокинг правильно работал там. То есть, оно такое как-то не очень прикольно, но лучше этого, на жаль, ничего нет. Презентер, и главная история в том, что в нем нет никакого смысла, его единственная в этой имплементации роль это не дать интерактору вернуть что-то назад на View, а также не дать View сделать что-то с колбеком на интеракторе, ну и поломать этот трикутник. То есть, как я уже вам показал, это, в принципе, да, этот шмоток кода нашего презентера, просто у него вызывают какой-то метод, и он вызывает такой же метод на своем Output, на ViewController. Но с этим ничего не сделать. Если вы его вырежете, вы вернетеся до MVC, и даже этот роутер такой относительный, что мы вынесли его отдельно, и он уже не находится в ViewController, Entity, который у нас там есть, это, в принципе, то же самое, что мы делали с MVC. То есть, даже в MVC, если мы там фетчем что-то, какие-то данные с сервера, или с локального сховища, скорее всего, у нас будут какие-то там Entity. То есть, мы повернемся, благодаря этому истории, мы не повернемся назад до досить закритого такого для тестирования MVC. Ну так же, это и есть главная идея презентера, что он обеспечивает нам одновременную интерактность с интерактора до View. Проблема, которую мы сегодня уже поднимали в вопросе, это то, что не можно назвать. У нас должен быть ViewController, и мы должны инферировать его из UI ViewController, и как бы мы его не назвали, мы можем назвать его ViewController, но те, кто отвечает за View, это все же ViewController. В принципе, если в этом ViewController написать логику и не использовать ксибы или storyboard, и пытаться просто писать по максимуму логику, это будет работать. Это некрасивая штука, и, поскольку Apple не дала нам никаких вариантов, то оно просто будет оставаться. Также сегодня я уже сказал, что эта проблема характерна конкретно для iOS-платформы. Сегодня мы говорим только про iOS-платформу. на Android эту штуку можно сделать чистую View. И тут такая история в том, что теоретично мы, в принципе, могли бы сделать ViperStack вокруг любой View, в принципе, по себе, но надо четко визначитесь. Главная идея, которая идет из первой идеи Clean Architecture в том, что мы должны визначитесь в том, что есть минимальным модулем, так называемым Use Case. И в нашем сценарии, в принципе, абсолютно логично, что один Use Case это один Screen и один ViewController, который за этот Screen будет отвечать. То есть, если у вас есть ViewController на каком 5 Subvues и делать около каждой Viper, я думаю, что это может и скоро приехать, может кто-то вызовет, потому что это уже супер переоскладывание. Но так, как есть. За View у нас отвечает ViewController и будем с ним жить и дальше. Одна из штук это это посылание на сайт Реа Вендерлиха. Если я правильно помню, там они уже делают Vipers из SwiftUI. И я, в принципе, не работал, на жаль, и не могу дать вам точно ответственность из SwiftUI, но это и есть выход и решение предыдущего вопроса с ViewController. То есть, мы понимаем, что в SwiftUI у нас там довольно абстрагируется сама View как Layer, и может это и есть выход. То есть, у нас там будет немного другая организация классов, у нас там уже может не быть, то есть, оно немного перебудовано, с часом побачим. Я думаю, для того, чтобы понять, в принципе, будет она работать или нет, по-другому. нужно понимать, как на продакшене, если будет SwiftUI полностью рабочий, и потом посмотреть, как можно сделать, ли будет актуальна нормальная имплементация, насколько она будет лучше, чем та, что у нас сейчас. И последняя, в принципе, секция объясняет о том, как все не запортачить. То есть, я бы дав тут несколько порад, в принципе, использовать или нет, это уже ваше персональное, но, используя эти, мне удалось как-то простить себя и моим командам жизни. Во-первых, что надо понимать, что главная идея и разделение все это на модулы, а потом каждый Vipers или Clean Architecture модуль на все эти элементы модулов, они все должны быть подпорядкованы идеей ООП и Solid. Вот если у вас есть модуль, до которого хоть один из пяти, вопросов по Solid не подходят, скорее всего, что сделано не так, и нужно переработать. Ну, нужно что-то думать, но Solid очень четко все это описывает. И я бы рекомендовал, что вы думаете так, например, есть логика, давайте так, есть такие вопросы, которые задают на форумах с приводу Vipers. А что делать с UI Alert Controller? Вы понимаете? Alert Controller это такая штука, которая блокирует UI, и там будут 2-3 кнопочки, нужно сделать выбор. Так это UI логика или бизнес логика? Ну, и там будет у нас такой собі completion блок, который прилетит, в зависимости от того, какую кнопку user нажав. И вот Solid нам каже, что у нас есть View, которая отвечает за View. Тобто сам код вызову и то, как мы показываем нашему юзеру наш UI Alert Controller, это все-таки логика View, хоть там будет цей, в принципе, completion блок, а в самому цьому completion блоку, залежно от того, какая кнопка была нажата, там, cancel, это уже бизнес логика. И, скорее всего, мы должны, ну, если это не cancel, а там реально нужно что-то сделать, какой-то выбор, что-то там изменит в нашей аппликации, как юзер интеракции с нашей аппликацией. Далее, это мы уже будем у нашего Output, нашего View, то есть нашего интерактора. Мы должны просить, чтобы он что-то сделать, а потом вернулся назад через презентер. То есть, если у вас есть вопрос, вот у меня есть фрагмент логики, а куда его покласти? Первое, это подумать за той самой Single Responsibility. И если у вас все вкладывается не только в первое, а все другие, то, скажем так, все сделано правильно. И если вы пишете тести, и вам ничего не нужно менять в вашем оригинальном коде, скорее всего, вы все сделали правильно и по-солиду. Ну, это такая штука, презентер презентует, но надо понимать, что имеется на увазе под презентует, потому что в первой реализации презентует, он просто все делает. да, в цепи, яка называется имплементацией, там, Clean Свиф, да, Clean Architecture или ВИП, презентер только презентует, то есть, он только прокидывает данные. И нужно договориться с командой. То есть, нужно быть где-то, скажем, сели, люди начинают писать аппликацию, вы решили, что будет вайпер, все должны быть на одной какой-то ONСМ пейдж, да, как говорят. И нужно где-то записать это, да, и чтобы у вас был документ, на который можно было посылаться, если новые мемберы приедутся до вашей команды, чтобы у вас было что-то, какое-то место, где вы говорите, вот наши доки, вот мы используем такой тип вайперов, подивись, пожалуйста, и, скорее всего, так будет меньше, и ваши pull-реквесты будут проходить швидше. Ну, звичайно ж, писать юнит-тести. Я уже сегодня сказал, что никакого сенсу, в принципе, нет вайпере, если вы не пишите юнит-тести, и я, в принципе, ну не бачив программу, где люди, ну, аппликации, да, проекты, в которых люди просто делали вайпер ради вайперу. Сенсу, никакого в этом нет, а юнит-тести, я верю в юнит-тести, они очень сильно покращивают качество кода, додают понимание ООП, додают понимание Solid, и, ну, делают человеку лучше. Сепарация бизнес и UI логики. Вот, как было в прикладе, в попереднем, да, там с UI-алертом, и с нашим, там, и что будет дальше, в принципе, да, какая без логики будет вызывать, там, залежно от того, как кнопка была нажата. Так, View у нас також может мать логику. Тобто, в классической имплементации View сама по себе, она не имеет никакой логики, она просто транслятором, но наш юзер что-то там нажимает, делает какие-то вещи, и это может быть исключительно, там, анимация на экране, которая не имеет никакой бизнес-логики. Тобто, абсолютно нормально, что у View контролера может быть логика, но эта логика должна быть исключительно логикой View. А если она правильно сепарована, то никаких вопросов, в принципе, нет. Ну, это уже сегодня я сказал. Не надо использовать координатор вместо роутеров. Ви можете это сделать, но, скорее всего, вам не нравится, как оно будет выглядеть. Мой личный привод говорит, что этого лучше не делать, потому что лучше точно не будет. Ну, я уже немного сказал, делаем логику в View контролере. То есть, если есть что-то, что связано только с UI, то тут я немного этот пункт выяснили. И это прикольная штука. Если вам действительно интересно, что такое Viper и Clean Architecture для iOS, просто посмотрите, что есть в интернете. люди всеми силами пытаются это улучшить, и им это удается. Но, что я знал, это если я не помню, там Сайт Хаббер, и там человек придумал, что у меня будет там роутер в каждом Вайперстеке, а еще будет главный роутер, который типа координатор, но чтобы работал как роутер. Ну, и в принципе такие вещи бывают. Очень интересно, потому что в принципе эксперимент и понять, как не нужно делать, также очень прикольно, что может зберегать вам час, если такая идея, например, потом придет вам или члену команды, можно будет дискутировать, можно будет дать какую-то аргументацию от того, кто уже пробовал, або пониманные люди дали какой-то вердикт относительно того, почему не нужно. всегда нужно использовать какой-то общий сенс. То есть, если не потребен Вайпер, то и не потребен, и не потребен. Ничего плохого в этом нет. Надо понимать, что у Вайпера очень большая плата. То есть, за все эти плюсы, которые он нам дает, он будет потребовать у нас час, натхнение, нужно будет писать тесты, нужно будет за полиреквесты, чтобы четко было разделение по доменам. Если так, так. Если нет, может и нет. И может, это будет лучшим вариантом. может, все сдержит нервы вам и вашей команды. тем, таки, смотря на то, что, безусловно, эта книжка не имеет, она не имеет отношения до того, что мы говорили сегодня по ее платформе, я все таки рекомендовал ее прочитать еще раз. На мой взгляд, он дает очень важные какие-то вещи, и, может, вы будете тем, кто в следующий раз выкатит какую-то крутую штуку. Я практически уже думаю, что неможливо сделать что-то по балансу лучше, чем с переускладенностью, перенавантаженностью так классными возможностями у вас операции, но, возможно, вы думаете что-то лучше, чем это. И также, будь ласка, домовьтесь со своей командой, какой метод вы будете использовать для того, чтобы делать ваши вайпер стеки, что это будет генератор кода, что это будет будь что, но вы используете одно и то же, потому что, зазвичай, новые мемберы могут что-то начать писать, и будет витрачено очень много времени, и потом мы понимаем, что много времени было витрачено на то, что нужно, потому что мы где-то втратили на коммуникации. И, будь ласка, так, дайте час джуниорам вашей команды, если вы сеньор, тем лид тех лет, потому что они того варты. Друзья, мы, в принципе, подошли практически до Q&A секции. Будь ласка, я попросил бы вас перейти по этому посиланию, по этому посиланию невеличкий опросник, где мы хотели бы дознаться, что мы можем покращить, потому что этот формат все-таки новый, есть какие-то провалы, есть какие-то недопрацювания, и, если вы нам допоможете, мы будем очень счастливы, и хотим поддякувать вам за это. Для тех, кто, в принципе, зараз не успеет дотягнуться до телефона, мы, в принципе, опубликуем нашу презентацию, вы сможете приеднаться, но спасибо вас сейчас, если возможно. И это все. Посилание на мой LinkedIn и Q&A секция. Я надеюсь, друзья, вы записали все, что я пропустил. Сейчас я буду отключать share, и потом мы будем подключаться к дискуссии. Друзья, вы можете писать вопросы в чат, можете натискать raise hand, я буду вам вмикать микрофон и вы свои вопросы можете озвучить. Может, вам так будет комфортнейше. И, Олексей, нагадую за три интересных вопроса. Да, да. Может, лучше будет голосом, потому что писать много, и у нас будет еще вариант подискутировать немного. Как вы думаете? если хотите, можем пролистать все. Если кто-то хочет голосом, давайте будем голосом. так, ну, пока никого нема, спробую знайти, что я пропустил. как вы решили проблему открытия некоторых частей другого модуля. модуля как вы решили как вы решили проблему открытия некоторых частей другого модуля. открыть экран модуля 2 в модуле 1. Подключали все протоколы в модуль 1. Или, может, сами писали небольшие сабмодули. Ну, смотрите, тут ситуация очень сильно зависит. Зазвичай, у нас один скрин, один use case. И, в принципе, в оригинальной рекомендации мы дотримуемся цієї штуки. Тобто, если у нас есть необходимость открыть другой скрин, который также построен на вайперстеку, мы просто идем в роутер и говорим нашему навигацион контролеру или будь-что в зависимости от как мы его открываем, модальный контролер. Мы говорим открыть этот. И, если он у нас закрывает весь наш скрин, мы понимаем, что в таком случае это не модальная история. И, то есть, мы уже работаем с этим скрином, с этим вайперстеком, и он за этот скрин. Если мы возвращаемся, мы снова работаем с вайперстеком попереднего скрина. Если у нас есть какие-то вбудованные штуки, типа я не помню, как они называются, nested, viewcontrollers, или контейнеры, когда можно было в принципе поедать такой контейнер, и там у нас воно выглядит как subview, но там окремый viewcontroller. Я думаю, что тут залежно от того, что он должен быть reusable. Если этот viewcontroller встречается в некоторых частях программы, и у вас реально где-то частично там работает, как subview, где-то целый. Если хоть в одном кейсе он должен быть целым, закрывать весь экран, и вы понимаете, что это бизнес-логика, и нужно сделать Viper, то я бы сделал в принципе Viper, но будет тяжело. Почему? Потому что в том кейсе, где он будет как subview, нужно либо построить новый интерфейс, либо открыть много методов. Я бы, честно скажу, не делал. Я думаю, что я бы сделал какую-то штуку типа view, которую я бы использовал в одном контролере, где она нужна. Просто частично в ней будет публичный интерфейс, который может полностью быть интегрован в тот view-контроллер, а на другом используется на весь экран, чтобы он будет обслуговывать весь экран, который мы видим. В таком случае лучше не делать. Мне такое не встречалось. Но с контейнером я думаю, что лучше нет. Потому что не понимая ситуация до конца. Я думаю, что если мы сделаем для этого контейнерного view-контроллера еще виперстек, скорее всего, там будет не прикольно. То есть вся наша аппликация, у нас есть апп-делегат, в котором начинается, если мы не делаем стеребор, если мы делаем классический код, пишем, то у нас там есть скрин, там еще что-то, добавляется базовый рутовый, в него добавляется что-то, або базовый view-контроллер, навигацион контроллер, або таб-бар, и потом мы идем. Надо понимать, что все view-контроллеры, которые у нас есть, это отдельные модули. А слепить вот так два модуля, ну, интересное вопрос, кстати, интересное вопрос. Так, хвилинку. Друзья, иду, иду пока что по скроллю. Так, насколько актуальны презентеры между view-контроллером и интерактором? Ну да, это в принципе и есть то, что мне не понравилось в первой имплементации, которую мы сегодня просмотрели, и почему я перейшел к другой. Потому что это реально такая практика без логики, с дву-бечными импутами. Так, Владислав Ткач питает, обработка глубинных ссылок или уведомлений? Давайте представим ситуацию, когда в модуль X на экране N, это надо понимать, что это значит, что у нас в принципе один экран, один модуль Viper. Ну давайте будем намагаться. Вам приходит уведомление с предложением перейти в модуль на экран. Ирик на экран N. к примеру, открыть, получить action, закрыть, но может быть flow с нескольких экранов. Какая сейчас ваша реализация будет обрабатывать и конфигурировать такие ситуации? Честно говоря, я не помню, чтобы я также сделал такой вариант. Главная идея тут в том, что модуль сам по себе Viper, если бы он был и если бы это было MVC, то он бы был просто один вью-контроллер с маленьким интерфейсом. Точно такая ситуация с вью-контроллером, который сам по себе основой всего этого ViperStack и от него мы также отступили, когда мы хотим перейти кудись на другой скрин и тут надо понимать, в какой явленности он будет выступать. То есть сложно сказать, я просто посмотрел, какие будут отношения между скринами и вью-контроллером в программе встречаться и от этого делать. Я думаю, что на некоторых скринах не всегда и делал бы эту историю. Это, в принципе, что-то схоже к новой ответ на контейнер. Ну, надо просто принимать ViperStack как деякий модуль, который полностью закрытый, и у него просто стерчать пару методов из его интерфейса, за помощью которого он будет коннектиться и интерактить с другими модулями. или они випер или просто вью-контроллер. это и от этого если не нужны тести и контракты для заповедения то надо понимать цены. если я не писал тести то я думаю, что Viper я бы не делал. Ну, такие вопросы. Интересно, как выглядит структура проекта с использованием Viper? не уверен, не уверен, про что за вопрос. Может, что в принципе было задано до того, как мы начали смотреться на схемы но если вы хотите что-то добавить в комментариях то пожалуйста добавьте в комментариях сейчас идем до этого. Также вопрос что подлежит документированию Viper? Ну, смотрите, если Viper побудованный из какого-то вайерфрейма и у всех членов вашей команды есть четкое понимание какая часть за что отвечает и куда покласти какую часть кода в принципе документов не очень много. Единственное, что можно людям, которые никогда не работали рассказать как оно работает, а также попросить например не делать такие вещи как когда мы с Вью у интерактора питаем что-то и добавляем callback который будет повернуть что-то напрямую без участки презентера, если мы говорим про эту остальную схему, которая мне больше нравится. Как я уже сказал, там можно сделать программно, чтобы это было неможливо, но этого не стоит. Нужно просто договориться, какие правила. Например, эта история с транслированием данных. Если мы интерактор транслируем данные, это должно быть в таком формате. Классичная история говорит, что это должны быть мертвые дата объекты, у них ничего не должно быть. Если вы считаете, что лучше для вас будет перекидать какие-то складные объекты, або простые, строки, числа, или еще что-то. Домовиться про такие истории. если один экран, один модуль в випер как child view controlers, я бы выходил из того, какие отношения будут у этого экрана, который не parent, а child, с другими вещами. Если он будет не реусированный, то может сделать не view контролер, а просто view. То есть идея контролера в том, что у вас есть методы, которые отвечают за lifecycle. И если у вас уже есть parent, который будет менеджировать свой life cycle, то вы действительно хотите менеджировать lifecycle этого и его child. интересный проект старый писали с Rambler. Модуль это не один экран, а какой-то flow регистрации, 3-4 экрана, реализации с координатором. и так далее. Мой коммент на то, что из Rambler, я не видел их презентацию, и я не видел, чтобы они делали flow, это классная организация. В моих проектах я делаю под папки flow, делю по flow, но у flow может быть больше одного экрана, и штука в том, как сделать Viper стак из несколько экранов. Не думаю, что это хорошая идея. Наш минимальный use case, который показал себя как больше или меньше, чем один экран. Про структуру проекта, файлы и папки в Xcode. Окей, понятно. Посмотрите, как я делаю. Это очень связано с предыдущим вопросом. Все, что отвечает за view контролеры. Раньше я делал папку view контролеры. Если я делаю Viper, я делаю папку flows. Например, на моем данном проекте, там social network oriented у меня есть отдельный логин flow и там может быть один экран или больше, чем один, в зависимости от ситуации. у нас бывает просто логин мы заходим, там кнопки через социальную мережу. У нас может быть пароль свой, пароль есть пароль или еще додатковые. Есть папка flow в этой папке лежит логин, в этой папке каждая отдельная папка есть дополнительные папки как и дата source. У нас скорее всего будет работать с данными и на уровне интерактора и на уровне view. можно отдельно выделять подходы, в которых для того, чтобы view контроллер остался более чистым, как view, можно выделять data source и delegate в отдельный файл, который вы можете реюзировать, если у вас необходимо. И вот в моем конкретном проекте еще есть подпапки, одна из них social network, потому что мы там делаем социальную нетворки, есть еще разные чаты, которые не частинами этого нетворки, но главная идея в том, что я организовываю папки таким образом, чтобы они соответствовали бизнесу. То есть, если у меня задача сделать социальную мережу, то у меня будет папка flow, в ней будет три подпапки, каждая из них будет отвечать за свой скрин, но если это все будут випер стаки, то так оно и будет. Все иное, все реюзабельные вещи, такие как воркеры, менеджеры, что-то универсальное я делаю, зазвичай, такие папки загальные, утил, ресурсы, если у нас много ресурсов, что-то нужно, картинки, видео, что я храню локально и поставляю из проекта, то, в принципе, так. Питание про то, чи реализация флоу с одним вью-контролером и вьюшками. Есть что-то на гитхабе? На жаль, на данный момент нет, это можно сделать, я думаю, что сейчас очень сложно с временем. В принципе, у меня была такая идея, чтобы сделать такой простой флоу, который я вам показал из своего продакшн-кода. Мы заходим на экран, и нам нужно отобразить контакты, группы, что-то такое. Надо просто все это прибрать. У меня есть один проект, который я пытался, я просто думал взять мастер и детейл, этот паттерн, который был по замовчанию в Xcode. Но выяснилось, что они настолько минималистичные и простые, что там в принципе нет где разогнаться, там нет никакой логики. Треба хоть что-то добавить, чтобы оно выглядело логично, нормально, что там реально выполняется логика, как она поделена. Потому что на данный момент логики никакого нет. Короче, швидка ответ на это, что, на жаль, на данный момент ничего нет. Станислав, извините, а какое конкретное вопрос про life cycle? Можете скопировать? Давайте десь поскроюем. Так, life cycle Viper. Окей, окей, бачу. Да. Пытание такое. Расскажите, пожалуйста, про life cycle Viper, когда умирает интерактор. Например, есть пара сервисов, events и эмиттер. Я подписываюсь в интеракторе на получение данных. Когда правильно делать отписку и сколько времени пройдет до того момента, когда RC удалит интерактор из памяти. Заранее. Спасибо. Дивите, цикавое питание. Это все сильно зависит от того, как вы, в принципе, имплементируете Viper. Мне не очень нравится ситуация, при которой у нас все Entity держат одну на одну Strong Reference. То есть, там нужно сделать какую-то историю, что хоть что-то должно быть. Ну, как минимум, в этом трипутнике у ViewController Interactor Presenter надо делать что-то в ВІК, а все это лучше всего сделать. Я использую такую штуку, как Viper Configurator. То есть, будь-який Viper Stack, во-первых, он кличет свой EvakeFromNIP. И в этом EvakeFromNIP я вызываю там деякий Viper Configurator для данного стека, конкретного контекст стек, я проставляю всі Entity и они, в принципе, все хранятся и они в меня, если правильно помню, они не пропадают. Треба передивиться. Тобто, они засечутся, робятся по одному референсу презентера, интерактора и роутера и они проставляются. Треба передивиться, потому что там я в той комбинации, в которой я его використовывал, там на дженериках мы подкладали ну для каждой из этих лееров добавляли добавленный там був инициалізатор и он проставлял все эти вещи в рентайме. Но, честно говоря, так быстро думаю, что не ответил. В принципе, я думаю, что мы есть конфигуратор. В принципе, он лежит на гитхабе. Давайте я сейчас даже даже думаю, что швиденько я смогу найти его и там будет в принципе понятно, как это работает. Дайте мне этот недоопрацированный Viper-тест. в принципе вот он. Если вам будет интересно, можете поделиться. в принципе что я вижу и все в принципе на стороне референсов. на стороне референсов в самих классах то мы все тримаем памятники. если вы посмотрите в этом проекте. это просто Xcode проект который лежит тестовый в нем есть там мы добавляем до каждой из сутностей мы добавляем convenience и нить как мы проставляем. Это уже старая такая штука через наш каст это довольно старая схема надо что с ней на iOS я довольно давно не делал но что я вижу у нас тут нет век референсов в мы все держим памятник и мы не делаем так, что наш интерактор в какой-то момент отвернулся если нам не нужно дальше бизнес-логика то я с такими кейсах не работал так друзья так и еще это мы запускаем вайпер модуль и куди передаем initial data как запускаем вайпер модуль это вопрос как мы запускаем в iOS программах и в принципе в принципе работает как в данной имплементации здесь был storyboard поэтому это вы берете что-то на самом початке работает вам весь стак и все в принципе все а initial data что вы маете на увазе под initial data не совсем понятно это а ну смотрите да это очень простой сценарий вот мы скажем так вот у нас есть ну давайте так простой пример список чатов вот экран и мы видим tableview каждое цел это будет открытый чат когда мы нажимаем мы переходим на другой экран где будет чат с этой конкретной человек и когда мы зайшли в аппликацию и мы делаем в этом списке чатов на начале мы делаем колл на сервер повернем нам список всех чатов людей с которыми мы когда общались как у фейсбук чат он нам повертает у нас есть tableview мы там показываем что есть такие люди кто-то в мереже кто-то не в мереже остальные наверху с кем мы спілкували и когда мы нажимаем на sell скорее всего мы захочем в простейшем таком тупом кейсе синтетичном мы если мы ничего не предзавантажировали никакой информации чтобы швидше открыть то мы открываем тот экран там скорее всего если это онлайн текстовый чат там будут сокеты так и мы передаем по-перше с первого скрину то то с листа наших юзеров мы передаем туди юзер ид по якому мы будем находиться конкретно цей чат цей юзер ид он передается через роутер то то когда мы делаем навигацию с первого скрина на другий мы передаем это юзер ид туда и на вью контролере там у нас он уже будет с вью контролера другого скрина уже самого чату мы перекидываем в интерактор где у нас будет сконцентрована логика подтянуть из мережи или в принципе из мережи или из локального схопа текстовый чат это плохая идея в зависимости от ситуации то есть полный flow на первом вью контролере мы перекидываем в роутер у нас будет это посылание потому что мы вью контролере передаем его инстанс для того чтобы сделать навигацию на другом у нас уже через открытую property это будет или через метод сеттера какого-то в зависимости от того как вы это организуете и там мы триггерим если бы это сифт я бы забыл эту историю когда вы пишете как она называется правильная property пишете скопе и вы можете еще что-то сделать то есть когда там сеттер вы можете триггернуть какой-то метод а этот метод самим должен у своего интерактора вызвать ну так будет выглядеть